Здарова всем, ребята, Кинтуха на проводе, и прямо сегодня я вам покажу самую первую версию стендов 2, которую никто не видел, потому что мне в руки попал эксклюзивный видеоматериал, которому уже целых 6 лет! Просто представьте, ребята, прямо сейчас вы можете посмотреть на цены, которые раньше были на рынке. Прямо сегодня я вам покажу самую первую версию карты Зоны 9, Синстоуна, Провинции и карты The Dust 2, вам не послышалось. Ну что же, мои ваши подписчики, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал, а мы переходим к самой первой версии. Ну что же, ребятки, мы прямо сейчас заходим в стендов, и что же я вижу? Посмотрите на это загрузочное меню, на это загрузочный экран, не просто взяли АКРТХ и поставили его на экран. А знаете почему? Потому что именно в это время, ребят, добавили оригин коллекции, просто представьте, ее уже успели удалить из стендов, а раньше ее только-только добавили. Ля, как же это круто, ребят, как же прикольный, интересный этот загрузочный экран. Ну, самое интересное, что же мы прямо сейчас увидим в магазине. Давайте-ка мы перейдем в магазин. Только не смейтесь, вот примерно вот так вот выглядит магазин. Тут есть только один оригин бокс, и тут есть только один оригин сундук. Все! Просто прикиньте, как же кринжо выглядит. Это сейчас и графки пак, и рейнбл пак, и куча всего. А раньше только вот так, по-скромненькому. Слушайте, ну давайте мы с вами немножко пошалим и откроем. Один оригин боксик, погнали! Блин, как же это стрёмно! Ну и, конечно же, нам падает анкомоночка. Посмотрите, какой страшный обзор! Мама, дорогая, мне сейчас плохо станет, почему так страшно? Фу, 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 фу. Ребята, как же это прикольно! Посмотрите на мой инвентарь! Ну и если мы говорим про первую коллекцию, это ассистенс коллекция. Как же она выглядела? А вот примерно, ребята, вот таким вот макаром. И в конце, как только вы всё купите, вы сможете получить бесплатно ножичек. М9 Байонет Блю Блат. Ну как бесплатно? За полторы тысячи рубликов. Кстати, да, ребят, раньше пас стоил гораздо-гораздо дешевле. Это сейчас уже разрабы уже зажрались. Что купить весь пас на 30 тысяч рублей. А раньше можно было за полторы тысячи рублей купить весь пас и получить ножичек на халяву. Так, ну что, ребята, прямо сейчас мы переходим в инвентарь. А вот прямо вот так вот выглядит тот самый пас, если мы его купим. Если, ребята, раньше у вас был нож М9 Байонет Блю Блат, все девочки в школе были ваши. Поверьте мне, знаю не понаслышке. Потому что, ребята, раньше, если у вас была Аркана, вы были самый крутой парень на селе. Это не то, что сейчас у тебя Киргул в школе и все эти такие одноклассники. Ну, такой дефолт. Раньше, если у тебя был просто любой нож, кроме дефолта, тебе все ноги падали и кланялись. Я в том числе, леди и джентльмэнс. Блин, посмотрите просто на открытие этих кастиков. Посмотрите на открытие всего этого. Как же это классно, ребята. Ха-ха. Обалдеть. Кстати, да, кто не знает, вторая коллекция, которую добавили в игру, это была Фуриос коллекция. Просто посмотрите, ребята, на весь этот инвентарь. Раньше не было ни фильтров, ничего. Просто рарки были снизу, арканы были сверху. Все. Ну, а старые крафты выглядели примерно вот так вот. И если бы раньше делали такой крафт, к вам сбирался весь класс и смотрели. Ему выпало ХР-12. Да, раньше это было круто. Обалдеть. Крафт рарок, ребята. Это просто мажор какой-то. Ну, а примерно вот так вот этот ножичек выглядел в игре. Давайте я себя перемещу влево. Вот он, ребята, нож М9 какой-нибудь стрёмный. На него даже не было анимации, прикиньте. Ну, а прямо сейчас мы переместились буквально на один годик вперёд. И знаете, что это такое? Это первый в истории стенд-оффа ивенту Ерст. И первый голд пас. Просто представьте, первый голд пас. Какие же тут классные скины. Как же это всё выглядит необычно и дико. Раньше, ребята, с БП вы могли получить Райвл Касик, Фуриус Касик, Ориджин Касик, ЮСП 2 Ерст. И самое главное, можете получить даже АКР 2 Ерст, который сейчас стоит 1020, наверное, голдишки. Ну и, конечно же, прямо сейчас мы с вами, ребята, откроем Ориджин Сундучок. Конечно же, надо вначале делать буст. Мы его открываем и смотрим, что же нам выпадает. М4 Некроманцер, вот это имба. Раньше с таким, ребята, скином все девочки в школе были ваши. Они только девочки и мальчики. Обалдеть, а? Как вам инвентарь-то, ребят, пойдёт? А вы в курсе то, что раньше гифтбоксы, которые сейчас стоят по 30-40к голды, раньше их выдавали бесплатно. И они на сколько считались клабом, что их просто каждый открывал. Посмотрите, они стоили по 30 голдишки на рынке. Тридцаточка! А-а-а! Верните мне, пожалуйста, прошлое. Изобретите машину времени. Это ещё круче, чем биткоин. Взял их, купил, не знаю, на 100 тысяч голдишки. Сейчас продал и стал миллионером. Можно вообще больше никогда в жизни не работать. Вот мы только что с вами открыли гифтбоксик. Что раньше падало какаха, что сейчас нам выпал райвл боксик. А давайте-ка мы прямо сейчас переместимся на рынок и посмотрим, какие же там цены. Ха-ха-ха! Керамбит голд 38к. Слушайте, ну в принципе не супер-то и дёшево. Эээ, дальше G-команда. Сколько G-команда? 20к! Я отвечаю, это не фотошоп, это настоящий рынок. АВМ Спорт и 2.8500. Какая же халява. АК РТХ 100 трек 4300. Ребята, просто посмотрите на эти цены. И напишите, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях, что бы вы купили из всего этого рынка себе в инвентарь. Я бы, если по-любому купил бы М9, по-любому. И по-любому купил бы кучу АВИКов Спорт В2. Ну а примерно вот такие вот цены были на комонки. Что раньше они никому не были нужны, что сейчас. Но единственное, что сейчас комонки подорожали. Потому что, например, сейчас Картагер стоит 1.5 голдишки. А раньше он стоил 0.07. Поэтому, если бы я вернулся в прошлое. А Картагеров я бы тоже себе, естественно, прикупил. Блин, какой прикольный интерфейс. Мне так непривычно. Так, ребята, тут у нас комоночки. Комоночки. А, кстати, да. Смотрите, как раньше листался инвентарь. Вы просто нажимали сюда. И инвентарь пролистывался вправо. Обалдеть. Посмотрите, ребята, просто как все выглядит на рыночке. Ха-ха. Ничего себе. Вот это интерфейс. Если честно, у меня появилось такое жесткое чувство ностальгии. Я хочу вернуться в прошлое. Поиграть в этот шедевр ростендовщик. Бля, имба-то какая. Ха-ха. Я сейчас нашел такое видео. Вы обалдеете, ребят. Короче, чтобы понимали. Насколько же гифтбокс раньше был пылью. Его никто не ценил. Потому что раньше каждый игрок получил под мой гифтбокс. Что были люди, которых было вот такое количество. Гифтбоксов на инвентаре. Я не верю моим глазам. Зачем ты это делаешь? О, чекер-голд выпал. Обалдеть. Я могу смотреть на это вечно. На это смотреть очень приятно, ребята. Мои глаза радуются. Гифтбоксы открываются. И, к сожалению, я вам скажу только одно. Вот в этом видео более ста гифтбоксов. И знаете что? Владельцу этого видеоролика, к сожалению, ничего не выпало. Поэтому мораль такова. Никогда, никогда не открывайте гифтбоксы. Если у вас есть гифтбоксы, лучше храните их у себя в инвентаре. Ну что же, ребята. А прямо сейчас я вам покажу самую первую карту в Stand of 2. Погнали смотреть. Вот он, ребята. Самый первый режим в Stand of 2. Единственное, что название лучше заблюрите. То мало ли вдруг YouTube обидится. Короче, ребята. Вот примерно вот так вот выглядел выбор команды. Это все было максимально стрёмно. Просто прикиньте, если сейчас бы был вот такой вот выбор команды. Ну а вот это самая первая карта Short Dust 2. Посмотрите, какой маленький выбор оружия раньше был. Потому что раньше не было оружия так много, как сейчас. Это сейчас выбирай не хочу. Раньше вот не было, не было и все. Так вот, ребята. Рассказываю историю этой карты Short Dust 2. Разработчики долго не парясь. Они просто взяли эту карту из плагиателей у CS GO. И, естественно, Valve и CS GO подали жалобы на Stand of 2. И разработчики эту карту удалили. Поэтому этой карты больше нет. Но, тем не менее, ребята. Какие чувства ностальгии меня испытывают. Я реально, я на этой карте не играл. Я очень хочу, чтобы эту карту вернули обратно. Там, не знаю. Хотя бы как кастомная карта. Я хочу в ней поиграть. Я хочу поиграть на этой карте. Какая же она прекрасная. Эта карта Short Dust 2. Также, ребята. Многие из вас меня спрашивают. А были ли раньше софтеры или нет? Ребята, прямо сейчас я вам покажу ответ на ваш вопрос. Внимательно, ребятки. Смотрим, были ли раньше софтеры или нет. Я вам скажу даже больше. Раньше софтеров было гораздо больше, чем сейчас. Раньше просто в каждую карту захожешь. В любую карту захожешь. И там софтер, софтер, софтер. То есть сейчас они тоже есть. Но раньше было их настолько много. Что я вообще не понимаю, как тот играл в стендово 2. Потому что это было невозможно. И самое обидное, что этих софтеров практически никто не банил. И разработчики не умели делать античит. Они просто не знали, как его делать. Поэтому, ребята, раньше в каждой карте был софтер. Да? Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Обалдеть, ребята. Если честно, я бы, наверное, после этого больше не играл в стендово 2. Так, ну что же. А теперь давайте покажу самое интересное. Самую первую версию карты. Провинция. Ну что, ребятки, приготовьтесь. И вот она, самая первая версия карты Провинция. У меня в руках М9-ый Юниверс. О, это вот чпочмак. Сейчас есть такой же самый чпочмак, только в виде немлос брелка. Обалдеть, ребята. Как непривычно. Как непривычно. Уважаемые разработчики. А вы можете, пожалуйста, вернуть, как было? Ничего себе. Так, это мы поднимаемся по ступенечкам. Это плент А. Обалдеть, он сейчас абсолютно другой. Просто другой. Я в шоке. Ребят, прикиньте, раньше была машина. И раньше можно было плентить прямо в машине. Вы это видели? Там был конь. Это конь. Это конь. Уважаемые разработчики, верните коня. Я сейчас заплачу, ребята. Какой он был прекрасный. Я помню, раньше с этого коня работал буст. Ты, типа, залезаешь на коня и можешь летать по всей карте. Обалдеть. Вау, ребята, какая же это имба. Давайте посмотрим, что внутри коня. Ха-ха, там пустота, ничего нету. Так, ну что же. Потихонечку мы приближаемся к пленту. А, какой он маленький, какой он маленький. Ха-ха-ха. Какие-то коробки лежат, что-то еще. Вообще, как будто другая карта. Вот если честно, вот если мне так показали, я даже сразу не понял был, что это карта провинция. Как же ее изменили. И большое спасибо разработчикам, что они изменили эту карту в лучшую сторону. Но если честно, ребята, прожмите плюс в комментарии, кто хотел бы хоть немножечко поиграть в старую провинцию. Ну реально, очень сильно хочу. Кто хочет поиграть в старые стендов, ребят? Плюс в комментарии. Если тут такие, кто-то кроме меня. Как же это было бы интересно поиграть немножко в старые карты. Ха-ха-ха. Ну ладно, ребятки, перемещаемся к следующей карте. Ну что, все узнали эту карту. Ха-ха. Это та самая легендарная зона 9. О, кстати, да, ее же разрабы удалили. Уважаемые разработчики, я буду делать петицию. Пожалуйста, верните карту зона 9. Какая же это замечательная и прекрасная карта, ребятам. Обратите внимание. Кстати, да, раньше не было мини-мапа. Я не знаю, как раньше вообще играли. Мини-мапа не было. Ха-ха-ха. Это будет... Ха-ха. Какой он прикольный. Я бы сказал бы даже так, какой он. Я не знаю, какой-то нелепый что ли. Посмотрите, как раньше игроки были боты. Просто стреляем по игроку. А он вообще не реагирует. Просто не реагирует. Все, замочили чела. Ха-ха. Обалдеть. Не, если честно, конечно, вот спустя время, могу сказать, что разработчики сделали просто большой прорыв в стенд-оффе. Стенд-офф 2 реально изменился. И да, в лучшую сторону. В лучшую сторону. Уважаемые разработчики, что вы творите? Я просто сейчас смотрю, я сейчас плакать хочу. Ребят, ну я хочу поиграть и на этой карте. Я хочу поиграть на всех старых картах. Поэтому, уважаемые разработчики, пожалуйста, вернитесь старой карты. Обалдеть, какой раньше был маленький ТС-спаун. Посмотрите, как чел играть. Посмотрите, чисто NPC. Ха-ха-ха. Ну что, ребята, а мы с вами перемещаемся в раздевалку. Вот примерно вот таким вот макаром выглядела раньше раздевалка. Как вам стрельба, да? Чисто как вспышка на весь экран, когда ты стреляешь. Вообще ничего не видно. Ха-ха-ха. О-о-о, ла-ла-ла-ла. Не, честно, зона 9 раз в 100 круче зоны 7. Кто согласен? Хэштег верните зону 9. О, ну вот такой вот план B. Кстати, план B особо не поменяли. Ну что же, давайте мы, ребятки, вместе с вами переместимся на следующую карту. Ну а прямо сейчас мы видим самую первую версию Синстоуна. Да, это Синстоун. И кто не знал, он тоже был изменен. Вот, примерно, вот так вот выглядит мид. Вот так выглядит этот подход на мид. Да, его тоже изменили. Так, ребятки. А вот это Тёмка. Ха-ха-ха. Какая открытая дверь, посмотрите. Там целый вагон может влезть в эту дверь. Ха-ха-ха. Обалдеть. Слушайте, ну прикольно, да? Прикольно разработку изменили. Тут, кстати, добавили проход, которого сейчас нету. Это, ребятки, ребра. Сама первая версия ребр. Это карман. Тут всё без изменений. Так, это у нас проход. А, это у нас базар позиция называется. Тут, кстати, выемка. Эту выемку добавили. Дальше, что у нас? Этот спам тут ничего не изменили. Ох, проход на Плэнт А изменили очень сильно. Добавили стенку, добавили мусорки. А тут раньше ничего не было, да? Слушайте, прикольно. Что же мы видим тут? Тут добавили какие-то столы. Я не знаю, зачем они. Ух ты, вау. Это Плэнт А такой прикольный. Ничего он крутой. Слушай, на Плэнт А мне нравится. А что он такой пустой? На нем вообще ничего нету. Даже апартов нету. Прикиньте, раньше апарты закрыли. Ля. Я не знаю, как раньше играли с Т2-2, потому что раньше это было невозможно. Карты были просто максимально несбалансированы. Туда же нету этого прохода. Нету лестницы. Только один проход на Плэнт А. Ну а прямо сейчас я вам покажу самую первую карту в командном бою. А именно Трейнг Хаус Сайд. Вот примерно так она выглядела. И давайте посмотрим, ребята, как раньше играли игроки. Хана Кенни Нубы. Я-то думал, я плохо играю. Вот, ребят, раньше играли это люди. Посмотрите. Хана Нинубососы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Обалдеть, ребята. Просто прикиньте, если бы я сейчас с моим скиллом вернулся в прошлое, все бы думали, что я софтер. Отвечаю. Просто прикиньте, как бы я там маслины ставил, как бы у всех кабины слетали. Кстати, вот я так смотрю, карту Трейнг Хаус Сайд даже не меняли. Вот какая она была раньше, такая она осталась и сейчас. Единственное, ее немножко видоизменили именно свет. Вот немножко она стала как-то более тусклее. Раньше она как-то была более ярче. Уважаемые разработчики, а как будто раньше карта была получше. Смотрите, смотрите, еще на нож. А-а-а-а-а-ха-ха-ха. Хана с третьего раза. Вот это ну бы. О, а это какой-то софтер. Видели, чел чисто с 10 метров попал. Ха-ха-ха. Слушайте, ребята, оцените прицел, который был раньше. Вот я вам сейчас показываю, и раньше вы его даже не могли поменять. Вот с таким прицелом вы просто должны были играть. Ха-ха-ха-ха. Не, ну это полный угар. Уважаемые разработчики, просто спасибо вам, что вы есть. Потому что мне в стриме казалось, что наши разработчики ничего не делают, но оказалось, они большие молодцы. Ну что же, ребятки, если понравилось подобное видео, мы тоже немножко проностальгировали вместе со мной. Прямо эту секунду прожмите огромнейший лайк. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, а с вами был ваш Кентура. Подпишитесь на мой твич, сегодня там будет стрим. На мой телеграмчик, пацаны, подарю 10 тысяч голдишки. Все на ссылочке в описании. Всем удачи, всем пока-пока.